2 мая 2014 перевернула жизнь Елены и ее матери. В пожаре в доме профсоюзов погиб отец девушки. О том, что происходило внутри, Елене рассказали очевидцы. Между четвертым и пятым на него попал коктейль Молотова. Как мне уже объяснили, прямо ниже пояса. Всего жертвами столкновений между пророссийский и проукраинский настроенными гражданами стали 48 человек. Еще сотни были травмированы. Родные погибших возмущены. Спустя пять лет никто так и не ответил за смерть их близких. Все устали, настолько устали от этой лжи, что мы только и ждали, когда сменится власть и когда откроется правда, когда нам скажут действительно, кто виноват в смерти наших родных. Оппозиционеры уверены, объективному расследованию трагедии препятствуют целенаправленно. Отмечают на многочисленных кадрах с места событий видны лица людей, которые могут быть причастны к трагедии, но ими следствия якобы не интересуются. Совершенно очевидно, что власть покрывает преступление, которое здесь произошло и до ее смены никаких существенных подвижек в расследованиях не будет. Кроме того, порядка 47 человек находятся в местах лишения свободы, в адрес которых нет решений судов, и это уже продолжается в течение пяти лет. Как говорят адвокаты, с которыми мы тоже вчера встречались, в материалах дела нет никакой доказательной базы. К сожалению, Следственная комиссия Верховной Рады на тот момент не смогла донести правду, потому что все силовые органы саботировали работу этой комиссии. И сегодня есть надежда, и появилась надежда на то, что все-таки то, о чем просят родные погибших одесситов, а это имена виновников этой одесской трагедии. Я надеюсь, что к осени этого года мы с вами узнаем, хотя мы реально знаем их и по сей день. В то же время в Министерстве внутренних дел сообщают, по делу 2 мая одному человеку уже вынесли обвинительный приговор по статье «Создание незаконных вооруженных формирований или участие в их деятельности». Еще в отношении троих подозреваемых, по данным МВД, в суд направлены обвинительные акты. При этом в Министерстве отмечают, за последние два года допросили более 1100 свидетелей и 13 потерпевших. Также проработали более полутора тысяч видеофайлов. Вспоминая о масштабном пожаре в Доме профсоюза, в одесситы уже пятый год несут цветы и лампадки к импровизированному мемориалу на Куликовом поле. Здесь же традиционно проходят массовые акции в память о погибших. Одесситы хотят одного, и родственники погибших хотят одного. Первое – справедливости. Второе – чтобы была увековечена память погибших. Мы обращались к городским властям, чтобы в этом месте был поставлен памятник в память о тех невинно убиенных одесситах пять лет назад. Но, к сожалению, до сих пор здесь нет ни памятника, нет даже меморальной доски о том, что эти события прошли. Но эта память о этих событиях живет в сердцах одесситов, живет в сердцах всех украинцев. И ее никогда не сотрешь и не замолчишь. Лилия Горопашная, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер».